Всем привет! Сегодня очень радостный для меня день, потому что наконец снова открылся маленький оплот Индии посреди Вьетнама. Итак, сегодня честь индийской кухни будет отстаивать сеть индийских ресторанов во Вьетнаме под названием Ганеш. Если вы случайно оказались на этом видео, то я нахожусь посреди Вьетнама в горном городе Далат, и здесь есть индийский ресторан, что, конечно, не может меня не радовать. Из-за карантина этот ресторан был закрыт на протяжении, наверное, месяца полтора, примерно так, может даже чуть больше, но вот, наконец, они открылись. Я приехал в 12 на обед, и в зале никого нету. Сел я на балконе специально, потому что и свет хороший, ну и вид. Показать вам, конечно, Ганеш отхватил себе в Далате очень сладкое место, если вы понимаете, где я нахожусь. Это у нас старый рынок, вот здесь у нас как бы новый рынок, ну и, по сути, это центральная площадь города Далат. Вывеску этого ресторана можно увидеть, просто прогуливаясь вот здесь вот по площади. Единственный момент, что, да, вывеска есть, там даже по-русски написано ресторан индийской кухни, и по-английски, и, в общем, Ганеш, все написано, все замечательно. Вот только если вы с этой стороны подойдете к ресторану, на первом этаже вас встретит, по-моему, там, корейская кухня или что-то, ну, короче, другое заведение. В общем, Ганеш начинается в этом здании, но со второго этажа. Чтобы попасть, собственно, в сам Ганеш, нужно обойти все это, ну, всю эту, как бы, часть зданий, всю эту группу зданий вокруг и зайти, как бы, с другой стороны. Там тоже висит вывеска, и там будет лестница наверх, в принципе, не потеряйтесь. То есть, ну, как я думаю, можно и сквозь этот ресторан по первому этажу пройти просто насквозь и выйти с другой стороны, и там уже подняться по лестнице. Это так, что если вдруг кто-то не сможет найти, ну, конечно, да, если вы уж отправитесь в индийский ресторан, то вы его найдете. Я уже сделал заказ, пока не буду говорить, что я заказал. К счастью, к моему счастью, то, что я заказал, оно есть. Ну, потому что иногда бывает, плюс, опять же, повторюсь, сейчас они только вот буквально несколько дней назад открылись, и народу нету. И, ну, я не удивился бы, если бы половины меню не было бы. Но, к счастью, то, что я заказал, есть. Ну, вот, не успел я дорассказать вводную информацию, мне уже принесли, это vegetarian tali. Tali, это переводится как поднос, как-то нетрудно догадаться, конечно, подачи бывают разные. Но смысл в том, что я решил заказать именно tali, потому что, если бы я заказал полноценные блюда, то это было бы одно что-то, ну, одно там дал, например, да, плюс там рис и хлебушек. Вот, кстати, хлебушка что-то я не вижу, видимо, сейчас он принесет, вроде там, в этом был в описании. Вот, а tali, это хорошая возможность показать нам, мне, вам показать разные, разные типы блюд. Ну, и попробовать много всего разного. Блин, у меня слюни текут, блин, я еще так есть хочу. Значит, давайте, ладно, скажу последние две фразы про то, что Ghanesh, это действительно сеть индийских ресторанов во Вьетнаме. И вот здесь вот в меню я нашел список, в каких городах представлен. Итак, Haiyan, Muine, Fukuok, Nechang, Hashimin, Hue, еще один в Hashimini и Dalai, собственно, здесь всего восемь ресторанов. Так что, если вы будете в этих городах, в принципе, можете просто в Google-картах по запросу Indian food. У меня реально слюни текут, еще это все пахнет, сумасшедший запах, я, ну, вы знаете, я фанат индийской кухни, поэтому я тут с ума схожу. Вот я думаю, зачем мне тарелку принесли, еще так интересно, я говорю No Dairy, он говорит, это No Dairy, это йогурт. Йогурт у нас, типа, что теперь, типа, не dairy, dairy, это, собственно, продукт молочного происхождения. Ну, ладно, насчет моего отношения к молочке вы знаете, точнее как, насчет моего отношения к молочкам индийской кухни вы знаете. Так, что я беру, я немного соскучился, поэтому, да. Поэтому мы закрываем глаза на это, давайте, ладно, с него и начнем, попробуем, что это. Это что-то типа салата, представьте, обычный весенний салат, то есть, там, лучок, огурчики, какая-то зеленушка, но это все в йогурте. Еще немножко специй индийских. Офигенно, принесли действительно, блин, забыл сказать. Ах ты черт, у них, короче, это Naan, то есть, ну, грубо говоря, лаваш. И он типа гарлик и, короче, с маслом. Я забыл сказать, чтобы только с чесноком сделали, и вот он полит этим сливочным маслом. И, ну, я, масло я не очень люблю, очень горячо. Значит так, это у нас здесь горох и картошка в специях. Это у нас, ага, ну, короче, No Derry, они явно, для вас это не проблема, я забью тоже на это. Это палак панир. Это сыр, сыр в шпинате. Ну, ладно, я буду есть, плевать. Мои отдаленные воспоминания о том, что такое сыр, это что-то типа брынзы. Такой, типа, козий сыр. Ну, знаете, белые куски прям белого сыра. Вот, я думаю, видно. Вот. Так, не последнее, но это дал. Дал это что-то вроде чечевичной каши гороховой. Очень люблю дал, прям, если бы не было тали, я бы взял дал, вот этот вот. Ну, и рис, и лепешку. О, мне кажется, столько специй. Именно, я имею в виду, как зира, то есть то, что прям на зубах грызется. Не то, чтобы это хорошо, я просто заметил это. Ну, вот эти добавки, я их обычно, знаете, как использую. Я беру хлебушек и прям в него вот так вот раз. Это сладкое варенье. Вот это, надо, наверное, показать. Вот это варенье. Похоже на сливовое, но это из кунку... Не кункуват. Фу, ты как его? Блин, сушеная эта хрень. Не забыл, как слово. В общем, вы сейчас видите, на экране как называется, я забыл. Вот там вот кинзово-лаймовый тоже такой соус. Ну, а это лук. Просто лук. В принципе, среди всей этой остроты лук, это в каком-то смысле способ попуститься. Какой кисло-сладкий вкус. На сливу похоже. Это типа десерта. Какая-то маленькая хреновина, я не знаю. Меня, наверное, на нее не хватит. Это блюдо вегетарианский, тали. Он стоит 180 тысяч донгов. То есть, это 8 долларов, по-моему. А мясной, он там чуть подороже стоит, то ли 220, то ли 250. Так что, в принципе, можно такой, можно такой. Круто-круто. У меня слов нету, слюнки текут. Я давайте немножко поем. Я знал, что этого будет многовато. Поэтому я пытаюсь сейчас решить, от чего мне придется отказаться. Пока что на ум приходит только на ан. Потому что, ну, блин, ну это хлеб. Хлеб и рис, этого очень много я объемся. Я уже не раз рассказывал о том, насколько сильно я люблю индийскую кухню. Вот еще раз расскажу. Вот здесь вот сверху, на дале, лежит кинза. Я на дух не переношу кинзу. Но в индийской еде не то, что я ее люблю, но я, типа, готов смириться. Потому что индийская кухня настолько насыщена вкусами, что, ну, она как бы, я чувствую кинзу, но она очень слаба по сравнению со всеми индийскими специями. Что, ну, в принципе, можно есть. Ну, ладно, давайте, чтобы не быть голословным, я прям возьму вот так вот и съем это. Что-то я вообще ее не почувствовал. Может, на зуб не попало, я ее, типа, проглотил и все. Вот это, кстати, немножко здесь, знаете, что я вот еще разглядел? Здесь горох. Я подумал, это картошка, но, по-моему, это картошка или это сыр. Короче, брокколи, морковка. В этот раз как-то приготовлено перенасыщенный вкус. Знаете, как, ну, пересоленный, что ли, вот. То есть хочется это заесть чем-то пустым, типа риса или запить. Значит, насчет запить, я взял просто чай горячий, просил его принести после того, как я закончу. Давайте посмотрим, что это такое. Вот это сыр, что ли? Да, это такой же сыр, как балок панир. Ладно, я, конечно, не хотел бы его есть, но съем. Я попросил среднюю остроту и, да, ну, жжется, нормально так жжется. Но это то, что должно быть в индийской еде. Я помню, как-то раз в Ничанге тоже в Ганеше попросил, по-моему, среднее или чуть-чуть острое. В принципе, совершенно не острое. И вот для индийской еды отсутствие остроты, это как будто, ну, как будто забрали что-то очень важное, что должно быть в этой еде. И она ощущается очень пресной. Как бы это странно не было, казалось бы, такой обильный специй, но вот именно острота для меня дает еще немножечко, как бы, дополнительного. В Далатском именно здесь, Ганеше, я был, по-моему, раза три или четыре. Но вот Тали заказываю впервые. Вот, ну, наверное, потому что я уже научился не перебарщивать и понимать, что я не съем столько. Но сегодня особенный день, поэтому так все от хлеба отказываемся, к сожалению. Или к счастью. Ну, короче, чтоб меня не разорвало. Давайте, чтобы, если вдруг вы придете и захотите что-то конкретное заказать из того, что здесь есть, я, ну, практически все, кроме вот этого салата, я даже не знаю, есть ли у него какое-то название. Ну, в смысле, вот этот вот йогуртовый салат. Значит, это у нас басмати райс. То есть басмати – это вот сорт индийского риса. Он такой длинный, очень такой пряный. Сам по себе у него достаточно интересный вкус. Я даже, когда в России жил, я покупал себе такой. Это у нас Дал. По-моему, это Тарко Дал. Тарко Дал. Есть еще Макхани Дал, так называемый Макхани Дал. Это черная фасоль, ну, которая коричневая такая фасоль, большая. Он очень нажористый. Я сколько его не брал, вот когда беру Макхани Дал, я просто обжираюсь и не могу доесть. Это Тарко Дал. Он приготовлен либо на желтой чечевице, либо на горохе. Это у нас палак панир. Правда, он что-то недостаточно зеленый, потому что, ну, шпинат-то он зеленый. И, по-моему, это не палак панир. Ну, в любом случае, это что-то вот с тем вот, собственно, сыром. А это очень похоже на алугоби. Алугоби – это вот типа тушеные овощи с цветной капустой. Вот такая вот штука. Ну и, соответственно, это у нас че-то. Это гарлик на анг. Гарлик и масло, масло – слово. Все слова повылетали. Я думаю только о том, как это есть, а не о том, как это называется. Вообще, конечно, в плане индийской кухни я тут еще советчик, потому что мне нравится все. Но если вдруг вы пойдете, то... Не знаю, как здесь, но вот в Ничанге во всех индийских ресторанах есть русское меню. То есть на русском языке. Ну, как бы идет название и описание состава. То есть просто выбирайте то, что вам нравится, берите. Ну, я, к сожалению, так прям... Ну, понятно, это дело вкуса, кому что понравится, но... Ну, в общем, мне нравится все. Конечно, если сравнивать с Малайзией, то, ну, дороговато. Почему с Малайзией? Ну, потому что в Малайзии я тоже очень там крепко сидел на индийской кухне, в принципе. Если вы не видели видео, можете перейти на канал, там есть из Малайзии. Там такая более уличная, простая еда. Я там жил три дня, по-моему, да, три полных дня. И просто целыми днями ел индийскую кухню и снимал про это. Так что переходите на канал, если хотите посмотреть не ресторанный вариант, а именно что-то такое простое, типа как стритфуд, наверное, можно это так назвать. В принципе, если в Малайзии, я тоже помню, когда жил на Пенанге, я там ходил именно в ресторан, и там вот что-то подобное, оно примерно так же и стоит, там плюс-минус 10 долларов. Но, конечно, если взять уличную еду, там тоже есть сеты в виде уличной еды, и там вот я помню то, что вот как раз я снял видео, 6 рингит, это полтора бакса. Там мне на банановом листе принесли тоже огромную порцию, там много всего, единственное, на Ана не было, ну, было куча разных начиночек, там рис, вот. Конечно, ну, не сравнится, да, с тем, сколько это стоит, да, 8 баксов и полтора бакса. В этом плане, конечно, вот та причина, почему я хочу в Индию, опять же, да, потому что там вот эти вот талии, они тоже там стоят 1 доллар, 2 доллара, конечно, да. Единственное, как я понял, не во всех регионах, ну, то есть Индия, она достаточно крупная страна, и там в плане кухни реально по штатам, там тоже штаты, да, единственное, то есть здесь кайфово сидеть, единственное, не кайфово снимать видео, потому что шумно достаточно. Так вот кухня в индийских штатах, она отличается, и, как я понял, на том же Гуа, ну, самое популярное, да, место, куда все едут, такого рода кухня, она не очень популярна, то есть там немного другие блюда, именно талии там нету, ну, то есть если он есть, но это нетрадиционно для этого штата. Блин, ну как же это вкусно! Каждый раз при походе в индийские заведения, итогом моих умозаключений, одна и та же мысль, это противозаконно, противозаконно такую вкусную еду готовить. Понимаете, какая вкусная еда, привела меня к тому, что, несмотря на нежелание, ну, отсутствие особого желания ехать в Индию, я понимаю, что я туда поеду, рано или поздно. Вот насколько мне нравится эта еда. Фу, остро-остро, остро. Конечно, он меня спросил, да, действительно, про остроту, наверное, было бы прикольно, если бы, ну, что-то было острое, одно, например, да, там, этот или этот, остальное нет. А так ты ешь, это остро, это, вот, это, в итоге только рис и салатик вот этот помогают. Как я и предполагал, на десерт меня не хватит. Я не знаю, что это. Ну, ладно, мы потом в конце расковыряем. Какая-то желеобразная конфета, причем в очень густом, в очень густом, как бы, подливе, так скажем. Я не знаю, это либо сахарный сироп, либо мед. По-моему, просто сахарный сироп. О, меня в жар бросило. Специально я выверил время, я пока планировал поход сюда. Я понял, ресторан открывается, у него достаточно специфический график работы, с 11 до 2.30, и потом с 5, по-моему, до 8 или до 9, то есть что-то такое. В общем, на гугл-картах, если вы найдете этот ресторан, вы там увидите график работы, ну, вот что-то вроде того. Он открывается в 11, я вначале думал пойти под открытие, но потом, когда мимо здесь ездил, увидел, что в 11 солнце, рассвет у нас в той стороне, солнце еще палит на балкон, то есть я бы здесь поплавился, вот. Сейчас, получается, солнце в зените и уже за домом. И, в принципе, здесь самое комфортное время. Вот, несмотря на это, из-за остроты меня аж на соплю пробило и в пот бросает, но, ну, в общем, все мои видео про индийскую кухню сопровождаются тем, что очень острое, ну, когда это остро, но очень вкусно. По итогу, что могу сказать? Если вы веган, то, конечно, да, вот имейте в виду, что тут есть определенные непонятки в том, что такое продукты молочки. Вот, потому что из всего, что мы принесли, раз, два, три, если наан еще с маслом, со сливочным, то в итоге практически все здесь с молочкой. Это, конечно, небольшая проблема, если вы предупредите, да, то есть можно, ну, конкретно в талии я понимаю, что вряд ли бы они что-то другое положили, но если вы берете какое-то отдельное блюдо, можно, конечно, спросить. То есть здесь индус администратор, он по-английски говорит. Официанки тоже, в принципе, ну, говорят по-английски, если что, в общем, администратора можете позвать и выяснить, собственно, что там в составе, чтобы уж точно не произошло каких-то недоразумений. Вот в остальном же, если у вас нет каких-то заморочек по поводу особого там типа питания, то, блин, ну вот талии – это вот прям, как говорится, strongly recommended, да. Обязательно рекомендую, так скажем, для того, чтобы ознакомиться с индийской кухней и попробовать за один раз несколько, потому что, опять же, повторюсь, если вы будете брать полноценные блюда, здесь они вот тот же там, например, дал, 80 или 90 тысяч стоит. Вам принесут, конечно, не так, его будет, конечно, побольше, то есть это будет такая, как ведерко такое, как, ну, чаша, в общем. Там будет его достаточно много, ну, не знаю, раза, может, в три побольше, чем здесь. Вот, он стоит там 80-90 тысяч, но имейте в виду, что очень много бобовых во всем этом, фасоль, чечевица, горох, и оно все очень нажористое, поэтому не думайте, что вы сможете взять много именно больших полноценных блюд и все это съесть. Вот, поэтому всем рекомендую именно талии для того, чтобы познакомиться с разными типами блюд. Опять же, повторюсь, в итоге вы можете определиться с тем, что вам больше всего понравилось, спросить, как это называется, ну, если там будут сложности с тем, чтобы понять самому, и впоследствии, придя еще раз, заказать именно то, что вам понравится. Это такая странная форма шведского стола или буфета, ну, можно так назвать, потому что в буфеты, когда вот я хожу в буфеты, ну, иногда такое случалось, там, хано или здесь в Далате, буфет, если кто не знает, это когда ты можешь брать, ну, заплатить один раз и есть сколько угодно. Вот, я, когда первый раз в незнакомое место прихожу, я беру вообще практически всего-всего, но прям чуть ли не по одной штучке. Прихожу, сажусь, съедаю, определяюсь с тем, что мне больше всего понравилось, и потом иду второй раз и докладываю то, что именно мне больше всего понравилось. Вот, поэтому здесь получается тоже такая своеобразная форма буфета, когда ты как бы первый раз заказываешь то, что, ну, когда ты вообще ничего не знаешь, пробуешь, определяешься, и второй раз, если уже тебе понравилась, в принципе, индийская кухня, берешь то, что считаешь нужным. Что твое? Да, но слишком много. И вот сколько я был в индийских ресторанах во Вьетнаме, а я был в Ничанге, в Далате, в Дананге и в Ханое. Блин, много навалил, ну да ладно. Всегда в процессе еды, ну, плюс-минус под конец или на середине приходит администратор, именно индус, не официанты, администраторы, ну, я так понимаю, либо там директор, не директор, я не знаю, какая тут иерархия, кто здесь главный. Но вот этого мужика я вижу здесь всегда, ну, видел всегда. Даже иногда на улице его встречаю, он же здесь живет. Вот, всегда подходит и спрашивает, типа, как тебе? Вот, и один раз в Ничанге была такая ситуация, мы заказали, типа, не острое, а было, ну, или что-то слегка острое, а было очень-очень острое. И вот, когда он подошел, мы ему об этом сказали, и он принес какой-то рисовый пудинг, типа, комплимент. То есть, с одной стороны, это круто, я, блин, отвлекаюсь, у меня все капает. С одной стороны, это круто, но фишка в том, что ты настолько объедаешься, что уже, ну, если комплимент в виде напитка, еще может быть. А комплимент в виде какой-либо еды, он просто не лезет, физически уже в тебя не влезает. Офигенно. Реально такое сливовое варенье. Как он называется, блин? Ванган? Рамбутан? Нет. Да е-мое. Ну, ладно, вы уже видели на экране, просто я сижу, пытаюсь вспомнить, как называется, эти сушеные какоряшки. Не могу. Забей. И не пытайся. Лепешку возьму с собой. Вот. Вот это типа чипсина, хрустяшка такая. Ну, ее обычно приносят до еды. То есть, ты обычно садишься, заказываешь, тебе приносят вот это и вот такую хрустяшку. Кстати, они никогда не были такими плоскими, обычно они такие типа изогнутые. И ты можешь похрустеть, ее поесть, типа так немножко остудить свой голод. Но, если честно, не рекомендую. Потому что лучше потерпеть. Оставьте место для полноценного блюда, потому что, ну, это можно просто, так скажем, перебить и в итоге не влезет. Понятно, что это хрустяшка, но вы начинаете накладывать соусы. В общем, не перебивайте аппетита, но того не стоит. Ладно, попробую для вас вот эту штуку. Я не очень ее люблю, потому что вот этот зеленый соус, он делается из кинзы. Там лайм, мята, какой-то такой состав, вот, но... Пахнет зеленью. Там что-то, да, да, мята, укроп, что ли. Ну, такая специфическая хрень. Еще она иногда бывает острая. Но, в общем, попробуйте на любителя. Конечно, их вот это вот качание головой, то есть, блин, которое, ну, означает, типа, да, утверждение, подтверждение, согласие. Оно, да, немного вводит в ступор, но когда в Индии, ой, в Индии, блин, в Малайзии жил, да, на Пенанге, 5 месяцев в общей сложности, там я привык к двум жестам. Ну, я и сам, я знаю, что те, кто в Индии живут, они прям реально уезжают, начинают сами мотать вот так головой из стороны в сторону. Вот, я сам не начал мотать, но я привык к этому жесту, то есть, когда они это делают, то есть, это было прям понятно, то есть, что это, типа, как согласие. Потому что поначалу реально вот эти вербальные, невербальные, ну, короче, вот этот вот жест, он в нашей голове, он не отзывается как согласие, он скорее как нет звучит. Ну, потому что, типа, мотание такой головой из стороны в сторону. Я привык к этому жесту, и привык вот к этому жесту, они, ты когда заказываешь, то они всегда предлагают drinks, то есть напитки, они показывают drinks, вот так вот, о, нет, thank you very much. То есть они всегда, ты типа заказываешь что-то, и для них вообще не вопрос, они скорее больше удивлялись, когда ты отказывался от напитков, но потом я привык, я нашел для себя классный напиток, опять же, я вот показывал его, когда в Куала-Лумпуре снимал про индийскую кухню, hot lemon tea, то есть обычный чай с лимоном, или, ну, или холодный, ну, короче, со льдом, либо горячий. Потому что в основном, как вы понимаете, в индийской кухне, ну, все обычно пьют масала-ти, то есть это с молоком, да, с коровьем, и со специями, ну, масала-ти, если вы знаете, то, я думаю, понимаете, о чем я говорю. Вот здесь, кстати, он тоже есть, но, понятное дело, что я не стал его брать. Да, это чай, это обыкновенная, как чадо, я ее называю. Чадо, это, правда, чай со льдом, но вот для меня объяснение, обычный вьетнамский чай, зеленый, который во всех кафешках бесплатно подают, вот это, собственно, чадо для меня, я, даже если он горячий, я его чадо и называю. Да, 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 закончу. А? А, это? Да. Может, только после 10 минут я... Он как-то назвал, я не понял, но вот это индийский, индийский, английский, это, конечно, вообще привет. Если вы, опять же повторюсь, оказались случайно на этом видео и думаете, а обзор еды, вообще, обзор закончится, когда видео будет заканчиваться, нет. В общем, если вы случайно здесь, то, да, коротких видео у меня нет. Если хотите остаться со мной, привыкайте. Так вот, индийский, английский, это, конечно, просто капец. Если к азиатскому, английскому, там, к вьетнамскому, ты кое-как привыкаешь, то есть они, ну, именно вьетнамцы, они говорят криво, не так, как мы, но достаточно топорно и понятно. У них просто-то, ну, свой такой, как бы, говор специфический, вот, такого азиатского, английского, то есть к нему я, в принципе, привык. Но индийский, английский, это капец. Я жил, блин, в Малайзии, говорю уже, повторяйте, да, пять месяцев. Я не мог их понимать. Они еще очень быстро разговаривают, потому что индусы считают, что у них, ну, у них, как бы, хорошие английские, ну, потому что они, типа, или английской британской колонии, поэтому, как бы, у них английский, это... Хотя, кстати, не все штаты, я помню, смотрел видео, где, там, по штатам тот же Ветель ездил, да, он, который Ветель навстречу солнцу, он рассказывал, что есть штаты, где не говорят, там, ни на хинди, ни на английском. Ну, так, в общем, я жил столько времени, вот, с индусами, они, когда быстро начинают что-то говорить, еще, знаете, ну, начнешь с ним болтать, он начинает что-то рассказывать, и ты, а, 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 там, два слова из десяти, понимаешь, там, такой акцент, блин, ну, вот я как-то на стриме изображал, там, mixed, corner, corner, turn, turn to the left, turn, ну, что, такой, я вот такой вот, еще если это очень быстро, просто такая каша, и вот, ну, не понимаешь, просто не понимаю. Я, в принципе, с носителями языка, когда общаюсь, они, когда быстро начинают говорить, тоже, как бы, ну, слова сминаются, и, ну, поскольку мой английский, мягко говоря, далек от совершенства, ну, я немного теряюсь, а с индусами это все, это просто... Вот, поэтому он сейчас как-то назвал вот этот вот, когда он сказал свит, 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 я понял. Ну, ладно, давайте откушу, так уж и быть, перед завершением, ну, чтобы, так скажем, закрыть. Я, если честно, сладкое не хочу, поэтому буду кусать часть сверху, которая не в сиропе. Знаете, что это? Это манная каша, вымоченная в каком-то сиропе. Все, спасибо, я не буду. Нет, она как бы, ну, я просто не сладкоежка, я сладкое не люблю. И оно очень приторно-сладкое. Ну, и плюс, повторюсь, когда ты уже столько всего съел, и в себя уже ничего не лезет, конечно, понятно, если ты заказал его, то да, то есть ты как бы, типа, потратил деньги, грубо говоря, а то, что ты его не съел, ты мог бы там с собой забрать, да? Вот когда ты берешь, типа, талия, то есть поднос, где уже все предусмотрено, ну, блин, я не знаю, ну, надо, наверное, очень много уметь, ну, то есть, мочь, как бы сказать как-то, ну, да, много смочь, к слову-то, суметь, блин. Короче, жрать надо много, чтобы съесть весь талии, весь наан, и еще потом десертиком шлифанулся, и потом такой, а не вмазать ли нам помасало чаю после этого, или еще там почему-нибудь? А, еще, большая ошибка, если вы реально много не едите, знаю, в общем, я ходил не один раз, собственно, там, с друзьями, со знакомыми, там, с девчонками в индийские рестораны, воно покупают себе, еще возьмут манго ласси, ну, ласси это типа как смузи, грубо говоря, ну, короче, молочный коктейль, индийский молочный коктейль на основе фруктов, если так коротко объяснить, вот, возьмут себе такой еще стакан шейка какого-нибудь, и потом, когда вроде всего похватали, еще половина еды не съеденная, они уже все, язык на боку, пузо, пуговички там внизу на джинсах начинают расстегиваться, а еще, типа, коктейль, ну, я говорю, не переоценивайте себя, и не стоит заказывать, типа, сразу. Просто съешьте еду, а потом уже решите, что вы будете пить, реально, особенно, если это, ну, типа, шейки. Слушайте, ну, конечно, видон, давайте я еще разверну, вот так вот вам концовочку посозерцаем вместе. Конечно, место, ну, этот Ганеш отхватил себе знатно. Я вот три года назад еще жил здесь, когда в Далате, Ганеш здесь был, то есть, рестораны Ганеш, они очень давно во Вьетнаме, и, блин, ну, это же прям центр-центр. Ну, это круто-круто. Вот это здание старого рынка, я вот про него, я когда рассказывал, у меня было видео, если вдруг не видели, можете опять же перейти на канал, видео, где я гулял здесь по центру города, нашел в интернете старые фотографии Далата сороковых, по-моему, там, 50-е, 60-е, 70-е, ну, то есть, там такое, от 40-е до 70-е старые фотографии Далата, ходил и сравнивал, как это выглядело тогда и как это выглядит сейчас. Вот, собственно, вокруг этого рынка тоже ходил и показывал, как здесь было раньше. Вечером, ну, понимаете, да, здесь темнеет вечером, и вот здесь вот сидеть вот так вот на балконе, там вот вам не видно, но вот тут на краю стола пепельница стоит, то есть, в принципе, это как место для курящих. Вот, опять же, здесь же есть алкоголь, там, вино, пиво, в принципе, можно прийти сюда реально там, ну, покушать, и потом еще посидеть, попить вот с таким вот видом вечером, посмотреть, как здесь все, ну, выглядит вечером, а вечером здесь очень красиво. Я, в принципе, приложу несколько фотографий, чтобы вы понимали действительно, как это выглядит. Еще, кстати, один момент. Как я понял, субботу и воскресенье вот эта вся территория центра города становится пешеходной. То есть, они то ли в субботу и воскресенье, то ли в воскресенье. То есть, короче, вокруг рынка, нового рынка, старого рынка, и вот здесь вот все, вот эта вся площадь, там дороги все перекрываются, и, ну, можно гулять только пешком. Так что, получается, если вы на выходных приезжаете в индийский ресторан, там закрывается на вечером. То есть, там, в 6 или типа того. Времени точно не помню, так что извините, что это полезность, это самое, не так много полезности в этой информации, но имейте в виду, что типа на выходных, если вы придете в тот же Ганеш вечером, вы увидите здесь не шум, хотя нет, будет шумно. Вы просто увидите, ну, будет шум не дороги, не байков и автомобилей, а просто люди гуляющие, тут что-то кушающие, просто, в общем, слоняющиеся взад-вперед. Так что, вот, имейте в виду, опять же, хорошее время для посещения Ганеша, ну, и, в принципе, Далата и Центра Далата. Ну что, будем заканчивать, я допиваю чай, я так понимаю, вторая кружка будет очень крепкой, напоследок, что могу сказать, напротив я вижу тайский, тайское заведение, там, Тай Корнер, The Best Authentic, сейчас подождите, да, Authentic Thai Food in Dalat, короче, лучшая, аутентичная, настоящая, короче, тайская еда в Далате, так что, если вам вдруг, в индийской кухне вам не интересно, но хочется тайский, вот буквально напротив, есть тайский, в общем, тайское заведение. Пишите в комментариях, как вам индийская кухня, посещали ли вы, в принципе, ну, ели ли вы когда-либо индийскую кухню, ели ли вы ее во Вьетнаме, ну, и конкретно в Далате, так что, в принципе, да, соберем статистику любителей индийской кухни и тех, кто бывал, собственно, может, прямо здесь бывал. Огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца, в конце лишь хочу сказать, что в это воскресенье, 31 мая, в 11 часов по Москве на Ютубе будет прямой эфир, так что подписывайтесь, там, ставьте колокольчик, чтобы получить уведомления, это уже становится традицией, уже, получается, второй месяц, я в каждое воскресенье, провожу прямые эфиры, приходите, пообщаемся, поотвечаю на вопросы, расскажу о событиях, ну, поскольку это видео у нас было, как бы, про еду, про индийский ресторан, а в воскресенье на прямом эфире расскажу, как обстоят дела, собственно, с вирусом, здесь во Вьетнаме, какие мои планы, собственно, если вы не в курсе, в итоге я решил улетать из Вьетнама в Россию, и вот сейчас, собственно, нахожусь в ожидании, когда назначат, собственно, рейс в увозной, ну, это так вкратце, если хотите пообщаться на эти, либо какие-либо другие темы, поподробнее, то приходите в воскресенье на прямой эфир, всех буду рад видеть, ну, а на этом все, и всем пока!